Аховая ситуация, последствия которой еще будут тянуться много лет. Почему? Потому что уже более двух месяцев в степи ничего нет. Ни одной капли дождя, все вытоптано, травы нет, пастбищ нет, плюс еще саранча в этом активно помогла. Все напасти в этом году на нас пали. И вот эти два фактора, засуха и саранча, привели к такой кризисной ситуации. И уже два месяца наши фермеры кормят скот. А многие фермеры вообще потеряли скот. Другие продали за бесценок молодняк, ягнят и телят под матерями еще полтора месяца назад за бесценок. Вынуждены были, потому что нужны деньги хотя бы сохранить маточное поголовье. Многие в эфире тут люди пишут, писали в обсуждениях в сетях, что перевезите в другой район. А для того, чтобы перевезти в другой район, это нужно куча затрат и времени. Нужно брать кровь, получить анализы ветстанции, ветстанции получить разрешение, ветеринарное проходное свидетельство о том, что ты хочешь из одного пункта в другой перевезти такое-то количество уголов, при этом нужно указать номер машины, водителя. Эту машину нужно нанять, заплатить за нее. И потом, привезя на чужую территорию, ты должен опять пройти карантин месячный, опять забор крови, оплата анализов и так далее. Поэтому это огромные затраты, которые не запланированы были фермерам, и которые не посильны для него. И хотя бы переброской скота, обеспечением вот этих вещей, которые я сказал, должно было заняться наше правительство, помочь фермерам выжить в этой ситуации. Поэтому сегодня опустили колодцы, вся верхняя водка пропала практически в республике. Верхнего слоя воды нет, следовательно, нет водопоев. Многие колодцы, скажем, в Сарпе, вот в том регионе, в Юстинском, засолились, будучи пресными до этого, поэтому нет водопоев. Сегодня большая часть Тибуржского района водовозы приходят в город, образуются огромные очереди на водокачке. Поэтому ситуация сложнейшая. И руководство ведет себя так, как будто этой ситуации нет. Нужно ее показывать, нужно масштабы эти фиксировать на видео. Я вот предлагал на сессии, да, запишите видео депутату нашего Госдумы, нашего депутата Батора Адучиева. Я говорю, запиши на видео, запиши проблемы людей, фермеров, падешь скота, засуху эту, и покажи там в Госдуме, покажи министру сельского хозяйства. Добейтесь компенсации за потери поголовья и на возмещениях за летнее кормление. Сегодня и сеном мы не обеспечены, и соломой не обеспечены даже простейшие. Поэтому с кормами туго, зимовка нас добьет окончательно. Вот ситуация настолько сложная, что вот сказать обо всем невозможно, да, описать. Это можно продолжать бесконечно. Но я считаю, что вот эти кризисы, связанные с пандемией, кризисы, связанные с засухой, это ничто по сравнению с тем кризисом, который творится в умах людей. Я бы его так назвал. Кризис в наших умах. Мы абсолютно дезориентированное население, в любой плоскости, и в политической, да. Мы не участвуем в выборах местного самоуправления. Если мы участвуем, то нам не дают, не регистрируют кандидатов. Если мы выбираем неугодного главу, его съедает власть. Если мы выбираем неудобного депутата, этого депутата глушат. У нас много таких казачков, будем так говорить, которые отключают микрофоны, которые закрывают бизнес, тормозят всячески любую деятельность оппозиционера. Поэтому сегодня... Но большая проблема для сельского хозяйства, это засуха, она как бы преодолима. Такое забывается. Но есть другая, более глобальная проблема. Вчера об этом говорили, что, ну, предыдущие 10 лет, у нас нет сварщиков, у нас нет водителей, у нас нет механизаторов, у нас нет животноводов, зоотехников и так далее. Я больше скажу, у нас нет сельского населения. Просто селы сегодня полупустые, в лучшем случае. А пустые на две трети. Остались одни старики. И сегодня, вот я знаю, у меня много знакомых фермеров, которым по 55-65 лет они не могут свою точку и скот передать своим детям. Дети уехали, выучились и уехали, и возвращаться в Калмыкию не хотят. Сегодня он переживает, потому что его наработанный бизнес остается не востребован. И нет людей, которые придут работать помощниками. И нет людей, которым мы можем доверить, потому что это еще кризис доверия. Все у нас люди, которые могут, да, получить твою точку скот и кинуть, как говорят в народе. И работники точно такие же. На завтра они продают твой скот, на завтра они продают твои корма, и с него взять нечем. Поэтому мы не рожаем детей. Количество детей, о количестве детей говорят школы у нас. Все села, в которых было по 200 с лишним учеников, любое маломальское село, там 700-800 человек, детей было 200 с лишним в школах. Сегодня в этих же школах, где было 200 учеников, мы видим 40-50 учеников. В лучшем случае. А то и 28-30. Поэтому сегодняшний факт, это говорит о том, что этот кризис страшнее. Нет детей. Следовательно, нация пропадает наша. Народонаселение уменьшается. Уменьшается, конечно, в том числе, в основном, в связи с правлением двух мгемощников. И теперь еще третьего. Кандидата наук. Поэтому, конечно, в таких условиях мы говорим о том, что нет населения. Что с этим делать? На это еще нужны еще большие ресурсы. Еще большее внимание. А власть нас призывает к консолидации. Чингис Бериков красиво. И Батух Сергеевич Хасиков красиво. У вас трибуны говорят, давайте консолидируемся. Давайте объединимся. А у меня вопрос простой. А для чего? Что вы делаете для объединения? Консолидация – это не навязывание своего мнения. Это не послушание большинства меньшинству. Это не беспрекословное и безусловное подчинение большинства меньшинству. Они так для себя понимают, что мы у власти, а вы никто. Вы делаете то, что мы изрекаем. Поэтому сегодня, наоборот, консолидация – это учет каждого мнения. Это учет каждого человека. Его интересов, его потребностей, его запросов. И вместе мы должны строить республику. И сегодня именно вот эта кризисная ситуация требует настоящей консолидации. Не декларированной и голословной. Где ты говоришь, давайте объединяемся, а тут не даешь регистрироваться человеку в депутаты. Если он зарегистрировался, вы его нагибаете, пугаете, заставляете на второй день отказаться от своего заявления на участие в выборах. Это по-вашему консолидация. Поэтому я считаю, что прежде всего мы должны вместе все в Калмыкии сегодня. Потому что это уже крайний момент, я считаю. Просто последняя черта, у которой мы находимся. Потому что действительно нет у нас увеличения населения. Как наши родители приехали из Сибири. В каждой семье было минимум пять детей. И мы сегодня жалуемся, тяжело жить, нет работы. А что было в 1957 году? У наших родителей вообще ничего. И они не боялись трудностей. Рожали детей. Поэтому я считаю, что на самом деле время хорошее. Но надо собраться с мыслями, действительно консолидироваться и выработать общую национальную программу возрождения республики. И вместе выполнять эту программу. Вот другого пути нет. Все у меня. Это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям. И станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке. «Mendift NB». Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучиях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.